Ух ты! Всем привет! Это RedBrickConf, меня зовут Юль Кривцова, тренер неформального образования. Будем сегодня с вами обсуждать команды, хорошие команды, плохие команды, что сделать, чтобы команда была суперэффективной и продуктивной, как создаются гениальные продукты и как в этом помогают люди. Будем общаться с нашими гостями в этой комнате, сейчас про них немножко расскажу. Вот помните, был тренд в ТикТоке? Соберите трех людей в комнате, с которыми вам будет комфортно. Вот сегодня собрали трех людей, с которыми мне суперкомфортно, и я хочу вас с ними познакомить. И первый человек это, у меня все записано, чтобы я четко вам рассказала, это ивент-продюсер, ассистент, руководитель агентства Тубилав, выпускница МГПУ 2021 года, Анастасия Алешечкина. Мы можем поприветствовать ее. Вот так мы будем приветствовать. Еще одна выпускница МГПУ 2018 года и 2020 года, преподаватель английского языка Наталья Яким, Наташа. Не выпускник МГПУ, если вы думали, что мы подбирали по такому принципу, но тоже человек, который очень часто на проектах МГПУ вместе с нами, это руководитель направления Agile Practic в центре Big Data. Можно и так, и так. МТС Digital Agile Coach, агент организационных изменений, тренер информального образования Александр Рогушкин. Вот он, здравствуйте. Как ты написал, да, много? Да, всем привет. Сколько регалий у тебя? Вот столько, все я озвучила. Спасибо. Ну что, друзья, хочется с вами обсудить вообще команды, в каких командах вы были, что вообще думаете про команды, расскажите поподробнее. Вот я рассказала про ваш опыт, чем вы занимаетесь, и хочется услышать, в какой команде вы находитесь, как работает ваша команда. Наташа, наверное, мы начнем с тебя. По наименьшему сопротивлению. Я работаю в школе, соответственно, в школе это большой организм. Как маленькая команда это я учитель английского языка, соответственно, это наша кафедра англичанок. Ну и как большая команда это педколлектив в целом. То есть одновременно я в двух командах. Ну и третья команда, естественно, мое взаимодействие с прекрасными детьми. То есть правильно ли я понимаю, что ты считаешь, что с детьми вы тоже команда? Безусловно. Помогает ли тебе это как-то в работе? Или, может, иногда мешает? Сто процентов помогает, потому что если ты лидер этой команды, то они играют по твоим правилам. Окей. Если же все-таки дети тебя не воспринимают, то тогда тебе приходится подстраиваться под ним. Но как-то, наверное, в силу возраста я все-таки лидер своих многочисленных команд. Хорошо. Я поняла. Интересно. Но ты больше взаимодействуешь со своими англичанками, как ты их назвала? Или ты больше взаимодействуешь с общим? Ну, безусловно, потому что у нас их всего пять. Поэтому, безусловно, мы пытаемся взаимодействовать, чтобы мы все делали что-то плюс-минус одинаково. Именно в плане коммуникации, конечно, больше мы взаимодействуем с нашими англичанками. С вашими англичанками. Да. Англичаночками. Хорошо, поняла. Спасибо большое. Очень интересно. Для меня, правда, очень интересная мысль, что когда ты работаешь в школе, то ты считаешь себя командой не только в педколлективе, но и с детьми. Класс. Спасибо. Настя, что расскажешь про свою команду? Расскажи немножко поподробнее, что это за ивент-агентство. Как вы взаимодействуете? Это агентство Тубилав. На рынке мы уже очень-очень много лет. Я в команде нахожусь чуть больше полутора лет. И на самом деле, если посмотреть портфолио агентства, то складывается ощущение, что это целая корпорация, которая создает мероприятие не только в нашей стране, но и по всему миру. Но на самом деле сейчас ситуация сложилась так, что у нас всего четыре человечка в команде. И есть люди, которых мы называем постоянными подрядчиками, которые постоянно выполняют какие-то опциональные задачи, но они не считаются как бы вот единым целым нашей команды. А так вот у нас всего четыре человечка, которые делают мероприятия по России и по всему миру. Но сейчас пока только по России. Правильно ли я понимаю, что эти четыре человека, они занимаются совершенно разным? Просто я никогда не работала в ивент-агентстве, я никогда не работала в школе, я нигде не работала. Не ладно. И правильно ли я понимаю, что это люди, которые занимаются разным, или это все четыре продюсера, которые так или иначе ведут свои проекты? Нет, это все абсолютно четыре разных человека. Могу так кратенько рассказать. Наш руководитель, создатель агентства и одновременно наш главный режиссер Саша. Я выступаю в агентстве как менеджер, продюсер, проекторов и параллельно я являюсь ассистентом руководителя. С этого, собственно, я и начинала свою карьеру в этом агентстве. А также есть Владимир, который отвечает за операционные какие-то моменты агентства, то есть он как такой главный механизм, который весь этот паровоз двигает. И есть Софья, которая отвечает за всю пиар-составляющую историю Дашу. Я объясню просто, почему я спросила. Было интересно, если вы занимаетесь всем разным, то есть вы одновременно все коммуницируете, взаимодействуете. Да, да, все верно. Класс. Комфортно ли тебе, что это четыре человека? Было бы тебе комфортнее, если бы это было условно 20 человек или как? Ну, смотря с какой стороны посмотреть. Четыре человека, вроде более тепло, и все понятно, все прозрачно. Но если рассматривать с точки зрения моей ресурсности, то все проекты, которые сейчас к нам приходят, они падают на меня, как на менеджера проектов. И, наверное, их не то чтобы сейчас много, как бы я не жалуюсь, но если вдруг в ближайшем будущем, я надеюсь, их станет побольше, то да, конечно, хотелось бы, чтобы команда начала расширяться как-то. Ну, мы к этому идем. Ну, класс. Класс. Если вдруг вам нужен праздник, то Биллаф Эдженси, помогите Анастасии расшириться. Простите за это. Хорошо, спасибо большое. Саш, расскажи, пожалуйста, вот столько я регалий твоих называла. Расскажи, пожалуйста, простым языком, чем занимаешься, как ты связан с командами. Ой, это такой долгий, может быть, рассказ, на самом деле, если совсем упрощать до таких более-менее понятных понятий, я делаю так, чтобы команды IT-разработчиков, которые создают какие-то продукты, они действовали максимально эффективно, результативно, ну и вот все, что с этим связано. Путем того, что мы там заходим в эти команды, анализируем, что у них происходит, даем какие-то рекомендации, перестраиваем их, помогаем выращивать зрелость и так далее. Вот, а по поводу команд, на самом деле, команд огромная масса, я пытался их почитать, пока девчонки рассказывали. Вот, из-за того, что корпорация большая, компания огромная, нас там несколько десятков тысяч человек в целом, и понятно, что этих, ну, это количество людей, все вместе, они дневно не работают. Вот, и иерархия, структура управления построена таким образом, что у нас есть, ну, так называемая матричная структура подчинения, то есть у меня есть руководитель прямой, руководитель функциональный, и, ну, у всех сотрудников так. Получается, что у меня есть команда ребят, с которыми, ну, я руковожу, это, там, мои коллеги, которые прям непосредственно в командах работают, есть команда людей, с которыми мы вместе трансформируем организацию, это отдельная команда, есть команда руководителей, с которыми мы административно управляем нашими ребятами, есть IT-команды, с которыми я работаю, и, ну, параллельно с работой, я же еще все-таки тренерствую, у меня еще одна команда тренеров есть, то есть команд вообще невероятное множество, на самом деле. Так, расскажи, пожалуйста, комфортно ли тебе находиться в таком большом количестве команд, уверенно ли ты себя в этом чувствуешь, или, может быть, ты бы посоветовал, ну, например, понятно, что у тебя есть большой опыт, тебе, ну, странно от меня вопрос, комфортно ли тебе, если тебе комфортно, то ты как бы в этом и существуешь. Просто если мы говорим о том, как начинать, комфортно ли сразу начинать в таком большом количестве команд, или лучше выбрать что-то одно, там развиться и перейти в следующую, или как лучше сделать? Мне кажется, это достаточно естественное течение событий, то есть ты вряд ли, когда приходишь, никогда в командах не работаешь, такой, так, я захожу в 15 команд, со всеми буду работать. Понятно, что ты получаешь некий опыт, и благо мне повезло, что опыт я свой начал еще с университета получать, работая в командах разного рода. Потом, когда я приходил на работу, мне было просто начинать с одной, с двумя, с тремя командами работать. А для людей, которые, в принципе, с командой деятельностью не сталкивались, ну, конечно, последовательно, сначала одну команду, потом вторую, может быть, где-то третью какая-то появится и так далее, и так далее. Но я думаю, что с развитием времени у каждого становится много команд, каких-то там, их можно по-разному знать, вот, например, когда про школу мы говорили, там тоже абсолютно неочевидная команда с детьми, я тоже об этом не думал, это круто, это очень интересно. Вот, и ты начинаешь эти команды находить, они тоже неочевидные, они, может быть, виртуальные, но они находятся, и ты такой, а, и тут команда, и здесь команда, и там команда, и ты начинаешь применять инструменты, и там, и там, и там, вот, и поэтому, ну, наверное, с развитием просто приходят так, я не то, чтобы думаю, что кто-то такой, так, хочу много команд, пойду работать туда. У меня появилось два вопроса, пока ты говорил Первый вопрос Сейчас я попробую его сформулировать Разный ли ты В разных командах В одной команде ты вот так себя ведешь В другой команде совершенно по-другому себя ведешь Или в целом это не так важно, ты ведешься одинаково Слушай, ну вопрос какой, как человек я везде одинаковый Ну в целом, какие-то мои жизненные ценности Они не меняются, я вообще не сторонник того, чтобы подстраиваться В том плане, что с этим я жесткий Я с этим я такой типа Подпевала Какие-то человеческие ценности у меня остаются одни и те же То есть какие-то позиции, которые я отстаиваю Другой вопрос в функциях, которые я выполняю Понятно, что если в команде своей я руководитель То я там выполняю лидерские управленческие функции Слежу, чтобы Со всем было комфортно, у всех было все в порядке По целям, где-то ругаю, может быть За какие-то проколы в своей работе Где-то поддерживаю За какие-то успехи, помогаю развиваться И так далее, то есть я координирующую функцию выполняю Если мы говорим про команду информации Которую у нас есть на всю компанию Вот, а там я как рядовой член команды То есть где-то я там какое-то сомнение выскажу Какую-то инициативу на себя возьму Но в большинстве случаев я как бы такой Как исполнитель Как, может быть, какую-то экспертную позицию Где-то занимаю, где-то еще что-то Если мы говорим про команду Там IT-разработчик, с которой я периодически работаю Там я какую-то, может быть, координирующую экспертную функцию Да, выполню, консультационную даже То есть я везде выполняю разную функцию Как роль, скажем так, да Но как человек я везде одинаковый Вот, наверное, так И мне кажется, это правильно, потому что Если люди видят Очень часто люди в разных командах, они пересекаются И когда они тебе говорят в одном месте одним, в другом месте другим Ты выглядишь достаточно глупо И с тобой мало, на самом деле, мне кажется, захочет работать Я таких людей, честно говоря, не перевариваю Я поняла, спасибо большое И второй вопрос Сегодня будет рубрика «Глупые вопросы» Простите, я иногда буду задавать вообще очень странные вопросы Вот, если я могу представить работу в командах девочек Ну, то есть я могу себе представить работу в пед-коллективе Я могу как-то себе представить работу в ивент-организации Ты сказал про IT-команду В моей голове вот есть стереотип Вот есть айтишники Их в одно помещение собрали Или даже не собрали в одно помещение И они сидят, пишут код Вот они сидят и пишут Что значит IT-команда? Это они, ну, что переписываются 1-1-0-1, 1-0-1 Или как это происходит? Ну, они же не компьютеры все-таки, да? Вот, нет, очень понятный стереотип Понятно, откуда он растет Это исторически так сложилось Что раньше никто же не задумывался о тем Что если люди работают над чем-то вместе Их нужно сажать в одно место и заставить общаться Вот, и поэтому раньше работали по отделам Типа там были какие-то начальники отделов Они спустили задачу, ты ее сделал Отдался ему начальнику и делаешь дальше задачу И типа, ну, тебе все равно, да, что там делает твой коллега Который, ну, по факту уже создание какого-то Ну, продукта, давай его назовем Состоит из разных этапов Вот, и все они зависят друг от друга И было так, я отстрелил задачу И все равно, что там другие ребята делают Вообще все равно Вот, а сейчас парадигма меняется И, собственно, с этим связана моя работа То есть мы внедряем новый способ менеджмента, скажем так В команды, в компании И началась у нас разработка Началась, на самом деле, еще с 90-х До нас докатилась не так давно Вот, поэтому мы как раз-таки стараемся Объединить людей, которые делают какое-то одно дело Как раз мы знаем, да, что команда – это люди, которые работают над одной целью Вот мы их соединяем в какие-то группы И привносим им какие-то инструменты Практики, коммуникационные какие-то, там, культурные истории Которые позволяют им общаться друг с другом И делать более правильные, более нужные вещи Более быстрые И допускать меньше ошибок Вот, и понятно, что вот они, наверное, тоже приходят с такими ощущениями Что я хочу сидеть И часто они так говорят Там писать код, вот, типа, смотреть в монитор и так далее Вот, но со временем, когда эти коммуникации появляются Когда им становится более-менее комфортно обсуждать какие-то решения вместе Там какие-то договоренности формировать, да Какие-то, может быть, ошибки друг друга исправлять Вот в такой вот быстрой коммуникации Им становится в этом комфортно Им становится понятно, зачем это все происходит Зрелость этой команды растет И они становятся не просто какими-то специалистами по разработке А уже полноценная ячейка, которая выполняет работу И создает реальный бизнес-продукт И это очень круто Класс, интересно Никогда не задумывалась о том, что это есть какая-то последовательность Последовательность, вот, и нужно взаимодействовать на таком уровне Окей, спасибо большое Спасибо, теперь мы понимаем контекст, который у нас есть В каких командах вы существуете сейчас Есть вот такой вопрос И Наташа, и Саша говорили про то, что есть группа И есть определенный руководитель То есть команда не может существовать без определенного лидера Давайте немножко с вами обсудим А вообще, какие ценности есть у руководителя команды То есть понятно, что команда существует Взаимодействует между собой, общается Но какие ценности необходимо транслировать руководителю этой команды Чтобы команда функционировала наиболее качественно Как вы думаете? На примере школы очень важно, чтобы был человечный подход Чтобы мы все понимали Да, я руководитель, да, ты мой подчиненный Но вот это вот все-таки не доминирование Отсутствие вот этого доминирования Чтобы было очень важно И чтобы все-таки человечность присутствовала Потому что если, ну, со стороны, например, нашей администрации У нас, правда, очень прекрасная администрация Передавим привет Ну, правда, потому что там, когда разговариваешь с девочками Которые работают в других школах И слышишь их ужасные условия работы И когда ты там поднываешь про свои условия Ты думаешь, а, у нас да вообще сказка Поэтому, да, у нас весьма человечный подход То есть, ну, условно нам не придумывают Какую-то работу, лишь бы вы сидели на работе То есть вы условно отвели уроки, молодцы Изредка там какие-то нам могут добавить И это я считаю человечностью Потому что нам не придумывают работу ради работы Чтобы вот вы сидите и отрабатываете свои деньги А сделайте свою работу мало, но качественно И это, я считаю, человечным подходом Для меня это важно Это позиция администрации Человечный подход Так, коллеги, может быть, есть еще что добавить, Настя? Ну, касаемо лично моего опыта работы в этом агентстве Как мне кажется, вот одной из основной важных Одной из основным важным вот целью является стремление Куда-то, может быть, не в конечном итоге, но на промежуточном Свою команду куда-то привести Но, учитывая, что в моем агентстве руководит Очень-очень-очень творческий человек И у него, правда, сложно со всеми вот этими Операционными моментами и так далее Немножко вот в этом плане Понятие руководителя размывается И оно размывается не только на операционного директора Но и на меня, и на пиар-менеджера И вот из-за того, что у нас как раз такие четыре человека в команде У нас у всех есть вот эта главная ценность Что мы должны куда-то команду привести На какую-то вот определенную следующую точку развития Но эта точка развития, правильно ли я понимаю, что это что-то Конкретный шаг, который в недалеком будущем Да, и это не то, чтобы отвести следующее мероприятие Какой-то новогодний корпоратив Это, возможно, повысить бюджет своих мероприятий Или, может быть, начать какую-то образовательную деятельность В нашем агентстве Тоже там создание курсов, как это сейчас все делают Или, может быть, сделать какой-то выезд Глобальный ивент индустрии на какую-то тусовку всех вывести Ну, то есть, куда-то приводить команду выше, выше, выше Хорошо, интересно То есть, мы зафиксировали с вами человечный подход И понимание какой-то цели, к которой мы идем Которое не просто, типа, условно что-то сделать А достичь какого-то определенного уровня Так, мне кажется, что это в целом ценности, которые подходят Мы с вами много обсуждаем сегодня рабочих команд Но, наверное, в студенческих Мы еще поговорим с вами про студенческие команды В студенческих командах это тоже очень-очень важно Знать, куда вы идете И относиться по-человечески, по-доброму И про добро сегодня тоже поговорим Саш, есть ли тебе что сказать, добавить? Мне, естественно, всегда еще сказать У меня такая работа разговорная Я все время разговариваю И вот про это тоже очень много И в том числе, вот, ну, совершенно недавно мне Ну, как недавно, ну, там, с полгода, может, чуть больше У меня появились реально какие-то люди, которых я лидирую Какие-то подчиненные, настоящие, да То есть раньше такой, типа, ну, там, лидер в команде Это одно, да, возможно А какого-то рулит это другое Вот, и я пока девочке говорили Думал над чем Что, ну, первое Мне вспомнилась картинка вот эта вот из интернета Знаменитая, где, короче, есть руководитель, который сидит на блоке камней И вот, типа, тянут, он их лечит все Вот, а есть лидер, который тащит вместе со всеми Вот, и мне кажется, что В новой парадигме управления Которое сейчас происходит Люди же меняются Если раньше это было нормально, да, на заводе где-нибудь То сейчас это так не работает Особенно в такой, ну, текучей среде, как IT, например Да, то есть, если сотруднику что-то не понравится Он возьмет, уйдет, его с руками и ногами За большую зарплату отберут другую компанию А мы, ну, мы так не можем работать И нужно быть своей команде лидером В том числе, да, то есть, идти И делать вместе со всеми свою работу Ну, там, бежать впереди всех И говорить, давайте, как я Показывать пример личный какой-то, да То есть, этот первый момент Второй, о котором я подумал, что Ну, вот, опять же, смены парадигмы мышления С точки зрения управления Нужно переставать отформлять людей как ресурс Люди — это не ресурс То есть, это не, там, дрова, которую нужно в печку подкидывать Да, это не время, которое нужно утилизировать А, к сожалению, ну, вот, тот старый подход Управленический, он сохранился до сих пор Он очень во многих компаниях на уровне Это менеджмента сохраняется Ну, по причине того, что люди просто Они в то время работали, в то время выросли И они так привыкли работать Вот, и мы стараемся как-то вот снизу Эту подушку создавать для того, чтобы Ну, люди воспринимались как люди Да, у которых есть свои какие-то сложности Своё время, какие-то особенности персональные С которыми нужно работать И сдвиги есть в эту сторону, да То есть, там, мы разные какие-то условия создаём И, кроме этого, мне кажется, ещё очень важно Вот мы много с моими коллегами Разговариваем, в принципе, про сущность лидерства Вот, у меня есть разные коллеги из разных компаний Они там это лидершип называют постоянно Без конца, это лидершип, лидершип Я такой, господи, боже мой English, medical fabric Да, да, но они просто из концаторских компаний разного рода И у них, видимо, культура такая И очень много про то, что нужно, например, не забывать благодарить своих людей Потому что мы, когда работаем, ну, мы воспринимаем как хорошую работу, как данность А это нифига не данность на самом-то деле То есть люди, ну, если они хорошо выполняют трансовую работу, нужно из-за этого им говорить спасибо Не только если они где-то там плохо сплоховали Говорить им, что они не правы и прям публичных носом окунать Ну, все понимаем, куда А очень часто так происходит И хочется достичь такого уровня управленческого уровня Вот у меня как раз этот коллег, который мне про это рассказывал Что ты общаешься с этими ребятами спокойно, ты всегда им рад, ты всегда их благодаришь И когда ты становишься серьёзным, они понимают, что это не так Тебе даже ругаться на них не нужно Вот, ну и про обратную связь бесконечную, конечно То есть постоянно нужно находиться в коммуникации Нужно постоянно возвращать что-то Если хорошо, то говорить, что хорошо Если плохо, то говорить, что плохо И вот эту вот историю формировать Ну, и не забывать про неформальные контакты, естественно Потому что, ну, мы, конечно, коллеги Но когда человек слышит, что-то случилось, можно подойти и спросить Типа, что у тебя случилось, как дела там Отпустить кого-то, например, просто так, без отпуска с работы Потому что у него какое-то там происшествие случилось, ну и так далее Вот какие-то такие у меня неструктурированные мысли Есть вопрос, подожди Вот ты говоришь, что если у кого-то что-то случилось отпустить и так далее, входить в положение. Но здесь же как выдержать этот баланс, знаешь, когда типа, я не в ресурсе, я работать не буду, пока. Ну, как работать-то надо? Вопрос причины, да, то есть, если там, ну, ты видишь, а, вот еще про какое качество, я забыла, которая связана с этим, это эмпатичность некая. То есть, ты должен понимать, ну, вообще вот это, чувствовать эту историю про людей, да, которые там твои подчиненные, а насколько они, ну, реально, как бы, не обманывают тебя, скажем так. Когда человек звонит в слезах и говорит, у меня там проблема, я срочно съезжаю с квартиры потому-то, потому-то, ну, какие вопросы могут быть, да, конечно, идея. Если ты видишь, что человек впахивает год, и он уже не вывозит просто, он уже там с красными глазами сидит, и ты ему говоришь, иди, пожалуйста, домой прямо сейчас. Все. А если это такой товарищ, который приходит там, типа, в 10, уходит в 6 каждый раз, а то и раньше, там сидит, постоянно чай пьет, ну, на работе и без того, чтобы работать, и говорит, слушай, мне надо уйти, ты такой, куда? Ну, и начинаешь ему вопросы задавать просто и выясняешь. Куда? Да, куда собрался? А это, а то. Ну, в общем, тут индивидуальный подход, опять же, и без обратной связи никуда. Хорошо, спасибо. Можете ли вы сказать, какие обязательно люди должны быть в команде, без которых команда не сложится, помимо лидера? Ну, как идея у меня, наверное, речь идет о людях-исполнителях, которые берутся за те или иные задачи, которые просто, ну, не просто, это какие-то обычные люди, выполняют пул, ну, того или иного, бывает, ну, это всегда по-разному бывает, да, там, даже если рассматривать ивент-индустрию, это, наверное, какой-то вдохновитель, но не то, чтобы это человечек, который такой залетает, суперработ, и у ребят его лучше, а, наверное, это вдохновитель, который высматривает какие-то сторонние, может быть, тренды, сторонние победы, и выносит это на свою команду, и провоцирует на то, чтобы двигаться к этим же победам, это, если снова же рассматривать мою команду, то креатор, потому что сейчас этим, правда, очень сложно подумать, да. Ну, условно, это человек, который я нашел, смотрите, давайте вместе это обсудим, да. Ну, да, 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 идейный вдохновитель такой, ну, то есть вдохновитель, который просто все супер, а вдохновитель, который приносит какие-то новые идеи в команду. Ну, вот есть вопрос про человека все супер, должен ли быть такой человек в команде, который такой, Ребята, шутка Это может быть тот же исполнитель Вдохновитель-исполнитель Это может быть тот же креатор Это может быть тот же лидер Лидер-вдохновитель, это же вообще класс Ну нужно еще подумать Про такого дружка я знаю, что в МТС Прости, что я Обращаю себя Я знаю, что даже есть вакансия Человека, который условно друг Который там, ребята, а сегодня Мы с вами играем на гитаре и поем Или там еще что-то делаем На самом деле это какая-то не очень реалистичная вакансия Я серьезно, я видела эту вакансию Я просто бежала туда Я просто допускаю, что это был Надеюсь, меня никто не смотрит Я допускаю, что это был пиар-ход Я не знаю точно, но я не сталкивался с такими людьми, честно А по поводу ролей В общем, я тут вспоминал У нас же есть куча разных вот этих вот концепций Про роли в команде Сейчас я начну их перечислить, все такие, а понятно Вот это вот опять началось Я так для себя поделил просто, что роли в команде Они должны разные пласты покрывать Пласты взаимодействия Первая история это про работу И понятно, что должен быть человек, который Координирует эту работу Ну, руководит, грубо говоря Должен быть там какой-то лидер команды Просто координатор такой Который сейчас это делает, этот делает то И так далее И должен быть человек, который руками что-то делает Исполнитель такой, да То есть, ну, то, что было сказано уже по этому поводу Который, ну, какие-то процессы двигает вперед И есть еще такой очень важный человек Который, вот он такой душнилок Который хочет довести дело до конца Не все исполнители такие А вот нужен прям доводитель Доводчик его еще называют Вот такой вот И это получается такая линейка Чувак спускает задачу Люди подхватывают, начинают это делать И какой-то человек доводит это до конца До итога Вот Это вот такая вот цепочка с одной стороны С другой стороны То, что вот про вдохновителя говорили Мне кажется, что это С одной стороны Про такого Чувака-коммуникатора Который бегает снаружи И со всеми пытается договариваться Вот он не всегда бывает Но он очень сильно нужен Потому что внешних коммуникаций Огромное море В любой команде Это и есть мы про подрядчика Про каких-то говорим Или про зависимые команды Внутри группной корпорации, например Или Я не знаю Кто-то должен прийти Тебя проконтролировать Короче, всегда есть внешние зависимости Это человек, который бегает Договаривается Типа, давай ты сделаешь это Я это Высматривает где-то Какие-то мысли Идея Подхватывает себе Приносит это в команду И так далее Он может быть Я даже есть пример Такого человека Я с таким работал Он офиген Это внешний бегатель Там ходит со всеми Разговаривает Коммуницирует Но делает руками Вообще ничего не умеет Ну решала 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 такой, да Вот, и он тоже нужен На самом деле Конечно, за ним приходится Хвосты почищать иногда Но не без этого Ну такой сленг мы приходим Решала Да-да-да-да Решала Трабл-шутер Да, как-то так бы называют Вот, и еще внутри команды Есть какая-то вот эта вот сторона Взаимоотношенческая Вот, и нужно, чтобы кто-то Был такой гармонизатор Типа отношений, да Что у меня в команде Такой человек есть Но помимо того, что Прекрасный исполнитель-ледовольщик Еще он прекрасно гармонизирует отношения Ну, то есть Человек приходит на реально Там какой-нибудь рабочий созвон Включает камеру И доброта встреч увеличивается На сто пунктов Ну реально Просто очень добрый Очень все время спрашивает Ну это она, если что Это еще он, он и человек Вот Спрашивает, как дела Там все время делится Какими-то моментами Там может взять и принести нам Какие-нибудь там пироженки На общую встречу Ну короче, такая вот история Про какое-то милашество происходит Такая вот история, да И какая-то у меня еще была мысль А вот просто про то, что роли-то Сумещаются на самом деле То есть не бывает человек Который выполняет там одну роль и все Очень важно, что они там склеиваются И когда ты подбираешь команду Честно говоря Я вот сам редко такое делаю Но, наверное, очень полезно было бы Смотреть, что у тебя в команде проседает И когда ты ищешь себе людей в команду Этих людей забирать А про лидера, кстати Есть одна очень интересная мысль Это как раз таки Вот в этой новой парадигме менеджмента есть Про то, что лидер Ну мы чего привыкли думать Что это такой человек Который тянет всех нас вперед В новой парадигме на самом деле Говорится о том, что нужно поощрять Проявление лидерства на всех уровнях То есть у тебя в момент Может быть лидером Любой человек в твоей команде Который предложил инициативу Он может взять ее на себя и потянуть И все остальные могут за ним пойти При этом он не может Может быть не быть руководителем команды И будет круто Если в команде будет каждый немножко лидер Даже есть там разные классификации лидеров Есть прикольная классификация лидера Есть такой чувак Лидер-слуга называется Из английского пришло, понятно И в нашем русском языке Слово слуга Такое негативное Как раз имею Типа слуга Прините, подай, иди отсюда Это вот все И на самом-то деле Это прослужение То есть типа Что ты берешь лидерскую позицию Не для того, чтобы Своевластные какие-то амбиции реализовать А для того, чтобы людям вокруг Стало чуть лучше жить Ну есть же в русском выражение Слуга народа Ну есть, да Как правителей, да Ну есть такое, да Но все равно Некая такая негативная коннотация Есть в этого слова Ну типа слуга Какой-то слуга там Вот И вот такие люди тоже важны Или круто Когда люди становятся лидерами Не потому что им хочется Перед кем-то повыпендриваться Не потому что им хочется Кем-то поруководить А потому что им хочется Что-то полезное сделать Какое-то Что-то вокруг себя улучшить Вот это классно Очень интересная мысль Вот хочется, наверное, ее зафиксировать Что лидер это тоже человек Потому что мы часто думаем Что типа Мы вот сейчас придем к лидеру команды Пожалуемся на все А он там Или она Разгребай вообще как хочешь Но хочется тоже напомнить Что лидер это тоже человек Которым тоже нужно Заботиться о команде Окей, хорошо Спасибо большое Расскажите, пожалуйста Примеры лучших команд В которых вы были И примеры худших команд В которых вы были Вот вдруг есть какие-то Прям яркие примеры Негативные У меня один раз Я могу начать с себя У меня был пример Негативной команды Когда мне было лет 17 Я работала в очень странном месте Я даже не буду рассказать там В общем, там нужно было Заниматься договорами Ничего криминального Но очень мутная схема И, соответственно, команда Тоже достаточно была мутная У нас была трэш-команда У нас начальник Любил спорить Типа А спорим, ты сделаешь вот это А если не сделаешь Что вот это И там, ну, споры заключались в том Реально, девочка поспорила Что она сделает за день 15 договоров А она их не сделала И начальник заказал пиццу Вырезал так круг Наделал вот так ей на плечи И всему офису сказал Вы можете подходить и есть Вот в такой трэш-команде я работала У меня была такая ситуация Я с того момента поняла Что я в целом Сначала на этапе собеседования Я человек Ну, то есть Ну, мне было 17 Это было летом Мне нужны были деньги Мне нужно было работать И я подумала Нормальная компания, веселая Вот, хотя были Вот эти вот красные флаги Они были еще на этапе собеседования И теперь я понимаю Что когда я прихожу в команду Или в какое-то место Мне надо сначала прочекать А вообще с кем я буду работать И если меня что-то смущает То я скорее не буду считать себя Я их исправлю Эх, да нормально Просто, ну, так сложилось Вот У меня вот такой вот кейс Был трэш-команда Было ли что-то у вас Ну, вряд ли такое Вряд ли такое Ну, пиццу мы не ели Да, человек Это Ну, может быть Нет, может быть Наоборот У вас есть, в пример Очень хорошая команда Я бы, наверное, тоже сначала Начала с грустного опыта Это правда было печально Потому что я еще не закончила Университет Была вот прям Преддипломные вот эти времена И мне уже так хотелось Пойти зарабатывать деньги Так уже хотелось пойти Вот что-то делать И, естественно, мне хотелось Пойти в ивент И уже тогда я искала Мне было страшно Что, о, господи Я сейчас напишу диплом И вот начнется хэ-хэ-ру Погнали И абсолютно не понимала Как это все искать И путем того Что вот периодически Я подрабатывала На каких-то проектах Сторонних Московских Ну, тем же Акоординатором-хелпером Я вышла на агентство Не будем называть имен И попросилась к ним Пойти Ну, координатором На полставки Меня взяли Радости моей Радости моей Вообще не было предела Но так получилось Что просто бесплатно Воспользовались моей силой Я работала у них На протяжении Ну, примерно Трех-четырех месяцев Где-то около того И меня, ну, мягко говоря Кинули Мне ничего не выплатили Я сделала Не то, чтобы я сделала Но я помогла сделать Несколько проектов И это было, правда, печально После этого я написала диплом И думала, что Ну, все, капец Хэ-хэ-ру, привет Начинаем искать Что, что Ну, что будет дальше И из-за того, что Вот это был один Из самых первых И официальных Таких, грубо говоря Опытов После этого Действительно, да Я выбирала Качественно Как ты вот говоришь Прочекала все От отзывов До, там, инстаграмов Сайтов И так далее Такой был опыт Ну, пока ты работала В этой команде Вот тоже интересно Знаешь, бывают Назовем их условно Крессиные команды Оно Это было крессиное сообщество Это было крессиное сообщество Сегодня говорим про сообщество Это было крессиное сообщество Но абсолютно не чувствовалось Ни духа Ни тепла Ни вообще какой-то корпоративной культуры Люди просто приходили Что-то там делали Какие-то тендеры Какие-то тоже там договора И, ну, в общем Все было настолько примитивно И для меня какой-то проект Был прям лучиком в окошке Я прям выезжала Думала Ого, класс Наконец-то Но когда ты приходишь в офис Тебе так там душно Просто невероятно Но я считала, что это первые опыты Должна это пройти Прошла Если в команде душно Это показатель того, что надо как-то это Валить? Да Для меня да Можно ли что-то сделать, чтобы в команде было не душно? Но если там душнит один человек Это одно А если там душнят все То как бы что ты исправишь Когда тебе Сколько мне было? 18-19 Ну, на том уровне понятно Да, но я в целом Хорошо, спасибо большое за эту печальную историю Продушнящего одного Ну, типа, на самом деле Мне кажется, что всегда Внутри команды Есть некий катализатор душноты Если он существует То есть, типа Это человек, который ее туда привносит То есть, не бывает такого Что собираются все такие душнилыши Такие, так Ну что, подушнем все вместе? Обычно это бывает так Что если какой-то вот такой вот Чувак вечно недовольный И это вот Вечная его недовольность Если она не сопряжена с Ну, типа Просто Недовольный чувак То он очень часто отмирает от команды Но если этот чувак Неформальный лидер Вот это вот у меня был Такой опыт, короче То есть, типа Смысл был в чем? В том, что это был Был уже мой первый рабочий опыт Я пришел У меня там три месяца поучили Такой И прихожу в команду Айтишников Говорю, эй, чуваки Я буду вас учить Как правильно работать Вот И Это была моя Очень серьезная ошибка Так им сказать Ну, ладно Я не всем так сказал Ну, неважно В общем, смысл в чем? Что у них до этого Работал другой человек На этой позиции И Этот человек Очень сильно Себя дискредитировал Когда его спрашивали Зачем мы так делаем Он говорил Потому что так в книжке написано Вот Поэтому Психовал эта девочка Не приходила Постоянно на встречи Обижалась на этих чуваков Вот И они просто В какой-то момент времени Связали Портрет этого человека С ролью Которую он выполняет Ну, с позицией Которую он занимает В команде И вот пришел я И автоматически Я для них был идиотом Сразу Моментально Вот И я потом полтора года Пытался это переломить Реально Там был неформальный лидер Абсолютно Душная девочка Просто Которая Ну, она со мной вообще Разговаривать отказывалась Она говорила Либо ты в команде стоишь Либо я У меня к тебе Как человеку претензий нет Ты просто Ты просто работаешь На идиотской позиции Ты нам не нужен Уходи отсюда Вот И это было очень тяжело Очень долго Мы реально полтора года Пытались найти какой-то общий язык У нас так и не получилось По большому счету Вот Это все потому Что человек Который Ну, такую Недовольную Недовольную позицию занимает Он Лидирует остальных А большинство в команде Это такие Ну, люди Которые присоединяются Так или иначе Хотелось бы Чтобы все были лидерами С своим мнением Но чаще всего Люди Присоединятся Начинают Кому-то, кто сильный Вот И это Комьюнити сплотилось Я пытался их перетянуть на свою сторону Но я был в этой команде Сильно-менее авторитетен Абсолютно Вот Это первая Ну, такая первая история А вторая Я тоже думал над этим У меня был отвратительный опыт Работы в команде Он был в студенчестве Мы В общем делали Как все делали проекты Вот Нас собрали в большую команду И наши руководители Управленцы Лидеры говорят А давайте делать так Как мы делали все время до этого Вот А в этот год Наступил переломный момент Когда стало понятно Что Ну, люди Люди поменялись Там Типа сменились Там студентами Которых это делалось И жить как раньше Уже не получалось А они Несмотря на то Что все шло плохо Продолжали идти в тупую По своему предыдущему плану И мы там все переругались Перессорились Все получилось очень плохо И мы там не спали ночами Мы там ругались Просто без конца Я Ну, я всей душой ненавидел То, что происходило Там, допустим И вот Ориентация не на получение ценности Да Какое-то Не на получение Не выгоды Как это назвать Результата А Ориентация на тупое Выполнение действий Как оно должно было Как оно было вот всегда У меня там Ну, там кейс абсолютно идиотский Потому что Ну, там Мы разделили между собой работу Девочка выполнила Какую-то методическую часть Скидывает посмотреть Я смотрю и говорю Ребят, тут логическая ошибка На базовом уровне Вот это и вот это Не сходится Тут будет коллапс Мне руководит говорит Ну Пусть он одет Как ей удобно Я в этот момент Сел просто на пол И орать начал Ну, реально Это было невозможно Вот И Короче Вот мне В каких командах душно В которых есть Такой человек Который Ну, который Не готов воспринимать тебя В принципе априори Это еще чек-лидер Вот И его Ну, либо Из команды отстрелить нужно Да Ну, в переносном смысле Естественно Либо Ты как бы Ну, идешь в другое место И второй момент Когда команда Не адаптивная Не гибкая Ей важно не Получать результат А выполнять работу какую-то Просто делать Ради того, чтобы делать В тупую абсолютно А у нас с вами осталось Совсем немножко времени Последний вопрос Знаете, который хочется С вами обсудить Буквально у нас На него три минутки Дружить с коллегами Нужно ли Опасно ли Надо ли И как вообще Как считаете Наташа, что считаешь Прекрасно Дружить это прекрасно Да С коллегами Я понимаю, что дружить прекрасно Дружба МГПУ Скоро? Нет, нет Если мы говорим Про прекрасных училочек То дружить Мы очень осторожненько А все-таки Все мы люди Как это ни странно И есть Прекрасные коллеги Которые с тобой дружат И потом твою дружбу Используют В своих целях Напротив тебя Но Как-то Опыт жизненный Учит потихонечку Разбираться в людях Поэтому да Дружить нужно, но осторожно Можно, но осторожно Да Хорошо Нужно, но осторожно Нужно, но осторожно Хорошо Настя, ты что думаешь? Ну моя Не сказала Сказала только про печальную команду Про лучшую команду Не сказала Но так получилось Что моя лучшая команда За всю мою жизнь Ложилась из моих друзей И это остается Как бы по сей день Буквально там пару слов скажу Мы вместе создавали Первое ивент сообщества В университете United Это как раз таки было С моими друзьями И мы по сей день Остаемся друзьями И это было правда Очень сложно Но одновременно Это была самая слаженная Работа в коллективе Вот именно Наверное на этом Теплом дружеском уровне Потому что у нас У всех была какая-то Своя Четкая Одна Единственная сверхзадача И учитывая Наши теплые взаимоотношения Мы вместе как-то Мягко к этому шли И получилось то Что получилось Еще же наверное Играет роль То что Вы друзья И вы это начали делать вместе И есть еще Небольшая ответственность Ну да Ну типа я не могу Вот сейчас вот это все кинуть Потому что Ну есть же Настя Как я брошу вам Или еще кто-то Вот поэтому конечно Тоже немножко играет Да Но тоже аккуратненько Класс Спасибо У меня есть история С двух моментов Короче Я делю это на две части Первая Это начинать дружить с коллегами А вторая Начинать работать С своими друзьями Да И у меня Оба кейса Короче на работе Сейчас есть Значит первая история Я в общем Какое-то время Мы сейчас работаем Вот я рассказал Про команду руководителей Нас трое Там как бы Человек который мной руководил Изначально Потом коллега Которая сейчас находится На моем уровне На руководителе Другими людьми Вот и получается Нас тут трое И мы общаемся Постоянно вместе С взаимодействием Работаем И мы в какой-то момент Времени поняли Что мы на самом деле Дружим Ну так вот вышло Вот И да И на самом деле Это дает очень хороший Буст работе Потому что Нам не приходится Друг перед другом Лицемерить Абсолютно Да Какие-то там вещи Замалчиваем Друг перед другом Откровенно А как мы Друг перед другом Откровенно Открыты Да То решение Принимается Тоже правильное Мы друг друга Там поддерживаем Советуем Где-то Это отличное место Где можно Поругаться Покричать На весь мир сумасшедший Который находится Вокруг Тебя поддержат Тебя подскажут И так далее Вот И ну Это круто Это круто И вот Такая вот дружба Выросшая И сотрудничество Она очень прикольная С другой стороны Я сейчас как бы Ну Формирую там Свою команду Так или иначе Вот недавно Мы набирали Ребят на стажировку Которые потом Придут к нам в штат И будут там У меня в подчинении Работать Вот И из этих Там пяти набранных людей Там было Четыре человека С которыми я дружу И один с которым По которому Просто хорошо знаю И они работают Ну превосходно То есть Ну они очень Активно включаются И мы работаем С людьми уже Не на первом Там проекте Каком-то Не в первой команде И я просто знаю Ну я их прекрасно знаю Я прекрасно знаю В чем их минус В чем их плюсы Как с ними работать И взаимодействовать И нам это не мешает В работе То есть я могу прийти И поставить им задачу Они нормально это воспримут Я могу прийти И дать им критическую обратную связь Мы не поссоримся От этого вообще Но мы Такую позицию занимаем Что мы там В работе работаем В дружбе дружим И понятно Что нет такого Что с восьми До восемнадцати Я твой начальник А с восемнадцати До восемнадцати Я твой друг Вот понятно Что роли переключаются В моменте Да Но нет смешивания Вот самое опасное В этой ситуации Это смешивать Рабочие взаимношения Личные То есть если ты Задачу выполнить Свою плохо Я пришел на тебя И поругался за это И сказал Ну обратную связь А ты на меня На человека обиделся То есть как ты мог Меня моего такого друга Поругать Ай-яй-яй Вот или например Ты там приходят Тебе говорят Пусти меня в отпуск Говоришь не могу Потому что Там вот у нас сейчас По работе Такая вот проблема Вот И он тебя обижает Что ты его такой негодяй Вот ты же мой друг Мог бы и отпустить Между прочим Вот или почему ты мне Зарплату не поднял Ты же мой друг Ну вот такого Такого у нас нет Слава богу И мы как бы Вот работаем Очень органично Поэтому мне кажется Что если вы люди Осознанные Люди с правильными ценностями Дружба ваша Она Дает только бенефиты С точки зрения Вашей такой трудовой деятельности А трудовая Дает бенефит в дружбе Потому что вы Можете обсуждать Общие вещи Вы друг друга понимаете В работе Какие вы люди На самом деле В средствовых ситуациях И это вам Ну как проще взаимодействовать Не знаю Спасибо большое Спасибо Да Про дружбу с коллегами Мне кажется Что у меня тоже Лучший кейс Работы в команде Это когда Мы сошлись В одном месте работать И стали дружить И дружим до сих пор И это наверное Самый лучший рабочий опыт И не только С точки зрения того Что в команде А в целом Как-то в своей Даже деятельности Конечно на меня это влияло Бесконечно долго Мы можем с вами Обсуждать команды Но у нас К сожалению Закончилось время Спасибо вам огромное Мне было очень интересно Надеюсь Что коллегам Которые смотрят Трансляцию Тоже было очень интересно Спасибо Чтобы вы были с нами На этом все Не переключайтесь Будет еще следующая комната Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok